А вы часто ощущаете скуку? Не знаете, куда себя деть? Лезете на стену? Я, например, нет, потому что я знаю, где что проходит и куда можно пойти. Если у вас нет боязни клоунов... Алия сейчас говорит про колорофобию. И, кстати, в 2016 году в 20 странах было нашествие злых клоунов. Люди надевали злые костюмы и накидывались, запугивали других людей. В США, Канаде и Великобритании в некоторых регионах даже запретили появляться в костюме клоунов. Давай, продолжай там свою... Так вот, если вы не боитесь клоунов и не боитесь того, что кирпич башка попадет и больно будет, то мы идем туда. Лаборатория Балагур ставит спектакль длинно-долго не смешно. Надеюсь, название не оправдано. О подробностях постановки узнаем у режиссера. Хотелось бы узнать три главных фактора успеха спектакля. Что бы понравится зрителям? Я не знаю. Как я могу сказать за зрителя? Мы старались, чтобы это было, ну, скажем так, странно, загадочно, интересно, немножко грязно посредневековому. Сейчас я пойду попросить, блядь, грим, чтобы они были немножко грязные, и рука, там это, вот немножко грязи добавим сейчас. А как бы, на самом деле, ну, скажем так, я не хочу сказать от зрителя, за зрителя, что три главных фактора будет. Давайте посмотрим. А вы были как-то-нибудь за кулисами спектакля? Уверены, что нет. Давайте посмотрим. Насколько серьезный у вас спектакль? Максимальная серьезность, самая серьезная серьезность Татарстана. Почему не Россия? Мы еще в пути. У лестницы есть какое-то предназначение? Нет. Итак, второе место – фестиваль черт-трюков. Вы думаете, так просто? А на самом деле, это годы тренировок и сплоченность команды. Как проходят тренировки, узнаем у самих команд. Три важных фактора успеха выступления. Настрой, я думаю, уверенность в себе и легкость в руках. Ну что ж, погнали, больше шума, я вас не слышу. Давайте пошумим. Ну-ка, ну-ка, аплодисменты, друзья. Мы готовы начинать. Итак, мы узнали, что для успеха в черридинге нужна уверенность в себе. Но не все любят спорт, поэтому перемещаемся на следующую точку. Точка номер три – Черное озеро. Здесь проходит юбилейная ярмарка иллюстраторов. Свои работы представляют 36 художников и дизайнеров. Гости могут приобрести открытки, стикеры, плакаты, украшения, куколы, шоперы. Поддержать локальных дизайнеров совсем недорого. А вот, кстати, самая дорогая иллюстрация – это карта из книг про Винни Пуха. А недавно оригинал был продан за 430 тысяч фунтов при начальной стоимости 100 тысяч. Ну, забирай свой микрофон. Я иногда удивляюсь, откуда у нее в голове эти факты. Но на самом деле наши дизайнеры не так дорого замахнулись. А откуда приходят идеи, узнала с Алия. Где черпают вдохновение казанские дизайнеры и иллюстраторы? Сейчас узнаем. Где черпают вдохновение? Мне кажется, у родных людей и близких. На самом деле из окружающего мира, вот я небо, бесконечный источник вдохновения. Головы, природа, не знаю, другие работы тоже вдохновляют. Второе – это на самом деле я велосипед люблю. И каждая прогулка с велосипедом – все, полон энергии, сил. Я его черпаю в Пинтересте. У меня есть своя формула вдохновения. Я сказала, что вдохновения как такового не существует. И когда есть время, когда есть материалы и когда есть желание, создается в совокупности то самое вдохновение, которое все ищут. Нигде работаешь и все. Здесь уже готовые творения. Но процесс их создания далее по маршруту. Несмотря на погодные условия, мы добрались до четвертой точки нашего маршрута. Тут, конечно, происходит трэш, все летает, но ничего страшного. Здесь создавали арт-объекты, которые дальше будут выставлены в парк вверх Казани. Ребят, пожалуйста, будьте аккуратны. Кто у нас на площадке сейчас? Аккуратны. Хорошо, пожалуйста, будьте аккуратны. Если пойдет мне наголо, будьте. Все сворачиваются, но не сворачивается брейк-данс. Смотрите, танцуют. Даже после дождя и такой разрухи наступает солнце. Поэтому живите в кайф и ловите момент. И всегда пробуйте себя в чем-то новом. Все сворачиваются. Преодукт. Редактор субтитров М.Лосева. Вам Track. Редактор субтитров А.Семкин anticipation of Преодуктв М.Лосева. Преодуктв